Приветствую гостей и постоянных зрителей канала Техноарена! Сегодняшний ролик посвящен сравнению двух относительно новых смартфонов от компании Samsung, моделей Galaxy A33 и Galaxy M33. У них есть много общих моментов, однако присутствуют и различия, зная о которых можно упростить задачу по выбору одного из этих двух гаджетов. Я постарался разделить все параметры на несколько основных категорий, поэтому видео получилось максимально информативным и подробным. Так как ценники на электронику постоянно меняются, я не буду озвучивать их, а просто оставлю в описании ссылки на проверенные магазины, при помощи которых можно ознакомиться с текущими ценовыми предложениями и сделать заказ. Приятного просмотра! Поскольку модели относятся к разным сериям, пусть и одного производителя, их внешность заметно отличается. Передняя сторона довольно схожа, в верхней части дисплея имеется каплевидный вырез под фронталку и отличить устройство можно только по размеру. Galaxy M33 заметно больше из-за более крупного дисплея, а вот задняя крышка отличается уже существеннее. Модель Galaxy A33 имеет компактный блок камер, состоящий из четырех модулей, собранных в небольшой квадрат и размещенный в верхнем левом углу. За счет окантовки и общего стекла он довольно сильно выделяется на фоне самой задней крышки. Вспышка и вовсе вынесена за его пределы и находится чуть ниже. В Galaxy A33 производитель решил не акцентировать внимание на камерах, поэтому они просто врезаны в крышку с небольшим выступом по контуру, невыделенным цветом или другой текстурой, из-за этого практически незаметным. Сканер отпечатков пальцев также находится в разных местах. В M33 его разместили на боковой грани, что позволяет без проблем разблокировать смартфон одним пальцем без дополнительных движений. Модель A33 получила подэкранный датчик, который оказался куда быстрее своих предшественников и практически не уступает по скорости реакции контактному. Наконец, преимуществом Galaxy A33 является защита по стандарту IP67, позволяющая не переживать за телефон при попадании под дождь или же если он случайно выскользнет из рук в ближайшую лужу. Впрочем, купаться с ним все равно не рекомендуется. Нравятся видеоролики со сравнениями разных гаджетов, обзорами новинок, топами и новостями на техническую тематику? Тогда подпишись на техноарену и нажми на колокольчик, чтобы своевременно получать уведомления о выходе новых выпусков. Дисплеи у двух моделей от Samsung заметно различаются, поскольку смартфоны относятся к разным сериям. В Galaxy A33 используется Super AMOLED-матрица с частотой обновления изображения в 90 Гц и диагональю 6,4 дюйма. Главным ее преимуществом является хороший запас яркости, позволяющий при сильном солнечном свете раскачаться более чем до 700 нит. Модель Galaxy A33 оснащена TFT-дисплеем с частотой 120 Гц и диагональю 6,6 дюйма. С одной стороны, этот дисплей лучше подходит для просмотра развлекательного контента и игр. Однако по яркости он все же уступает, поэтому на солнце пользоваться этим смартфоном будет менее комфортно. А как ты думаешь, есть ли смысл гнаться за герцовкой и отказываться при этом от лучших углов обзора, а также повышенной яркостью? Поделись своим мнением в комментариях. Обе модели увидели свет практически в одно время. Поскольку они являются новинками, Samsung подготовила для них прошивки на базе Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1. Ввиду этого смартфоны не отличаются в плане интерфейса и имеющихся возможностей программного обеспечения. Хотя Galaxy M33 комплектуется более крупной основной камерой на 50 мегапикселей, преимущество все же остается у Galaxy A33. Все дело в более качественной оптике, а также наличии оптической стабилизации. Вдобавок вспомогательные модули и фронталка моделей из A-линейки также имеют более высокое разрешение, ввиду чего M33 полностью проигрывает сопернице по качеству снимков. Сравнивать железо новинок от Samsung практически бесполезно, ведь и там и там используется один и тот же процессор Exynos 1280, изготовленный по передовой 5-нанометровой технологии. Правда, другие комплектующие, а может и не до конца доработанное ПО одной из моделей все же влияют на производительность. Так, Galaxy A33 набирает в Antutu около 395 тысяч баллов, а M33 опережает его на 20 тысяч и показывает результат в 415 тысяч попугаев. Модель с индексом A имеет гораздо большее разнообразие комплектаций, в которых пользователю предлагается 4, 6 или 8 гигабайт оперативки, а также 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. M33 же имеет всего две комплектации, со 128 гигабайтами встроенной памяти и 6 или 8 гигабайт УЗУ. Использование одного и того же процессора с поддержкой сетей пятого поколения позволило производителю сделать смартфоны практически идентичными. Единственным отличием является поддержка моделью Galaxy M33 спутниковой навигационной системы QZSS, работающей на территории Японии. В остальном возможности максимально схожи. Wi-Fi пятого поколения, Bluetooth 5.1 и NFC-чип есть у каждого смартфона. Оба гаджета получили довольно емкие аккумуляторы на 5000 мАч. Учитывая экономичность процессора этого вполне хватает на день активного использования, а при стандартном режиме, состоящем из звонков и мессенджеров, смартфон может проработать и двое-трое суток. Для зарядки может использоваться зарядное устройство мощностью до 25 Вт. Само собой, можно подключать и более мощные ЗУ, но система будет ограничивать максимальный ток для предотвращения преждевременного износа батареи. К сожалению, в компании Samsung решили, что зарядные блоки пользователи должны покупать отдельно, поэтому в стандартный комплект поставки они не входят. Поскольку мое мнение может быть субъективным, ведь на него в любом случае влияют мои личные предпочтения и сценарии эксплуатации мобильных гаджетов, я дополнительно сделал подборку из наиболее часто встречающихся отзывов про обе модели. В нее вошли как плюсы, так и минусы. Поставляется без зарядного устройства. Нет разъема для наушников. Оптическая стабилизация не работает при максимальном качестве видео. В комплекте есть только кабель для зарядки. Весьма посредственная фронтальная камера. TFT-дисплей с малым запасом яркости. Наличие защиты по стандарту IP67. Стереозвук без дефектов и артефактов. Поддержка сетей пятого поколения. Высокий уровень производительности. Высокая частота обновления изображения 120 Гц. Свежая версия операционной системы. Уровень производительности позволяет использовать для игр. Довольно неплохая основная камера на 50 мегапикселей. Компании Samsung удалось сделать пару смартфонов, для которых нельзя выдать однозначный вердикт. Лично мне больше понравилась модель Galaxy A33 из-за более яркого дисплея и наличия оптической стабилизации изображения во время съемки видео. Однако противники дисплеев Super AMOLED, считающие, что данная технология искажает цвета и недолговечно могут выбрать Galaxy M33. Тем более, что TFT-дисплей, который там используется, отличается очень точной цветопередачей и вполне комфортен для использования, если держать смартфон прямо перед тобой и не испытывать не самые лучшие углы обзора. На этом ролик подошел к концу, и я спешу напомнить, что обе модели можно заказать в проверенных магазинах, воспользовавшись ссылками из описания. Перед тем, как сделать заказ, настоятельно рекомендую оценить возможные сценарии использования смартфона, чтобы понять, какие плюсы и минусы являются наиболее критичными. Если видео понравилось и оказалось полезным, оцени его лайком и напиши в комментариях, какую модель выбрал бы именно ты. А чтобы не пропустить новый выпуск, попишись и нажми на колокольчик для включения уведомлений. Скоро увидимся!